Несмотря на палящее солнце, мы продолжаем свою работу. К нам приехал Тигуан двухлитровый, тут было 220 лошадей. И мне просто интересно услышать владельца, потому что владелец более подробно и качественно расскажет про свою машину и также про наши работы, которые мы будем проводить на нем. Давайте спросим его. Всем привет, меня зовут Саша Левин, я фотограф, блогер и, как вы понимаете, творческий человек. Поэтому машина у меня тоже красивая, творческая, я очень сильно за ней ухаживаю, очень сильно ее люблю. Это Тигуан в максимальной комплектации, как она раньше называлась, Sportline, теперь она называется Airline. На самом деле это самый настоящий Airline, только без шильдиков Airline. 220 сил мотор, TCI 2.0, третьего поколения двигатель. И здесь у меня сделана уже часть выхлопа. Стоит даунпайп, стоит после даунпайпа часть с... как он правильно называется? Резонатор гельмгольца. Резонатор гельмгольца, да. Мне, знаете ли, не хватает все-таки хорошего, такого басовитого, мощного, сочного выхлопа с прострелами. Особенно после того, как я сделал стейдж 2 и автомобиль поехал очень хорошо. Хочется, знаете, иногда притопить, чтобы не только, как говорится, жопой ощущалось, но и ощущалось очень хорошо еще ушами. Несколько дней назад я замерял мощность двигателя на стенде и стенд показал 336 лошадиных сил и 503 ньютон-метра момента. Но у меня есть подозрение, что сил на самом деле здесь побольше, потому что замеры производились в очень дождливую погоду. Воздух был очень насыщен водой. Так не говорят. Воздух был очень влажный. И, как известно, влажный воздух очень пагубно влияет на мощность двигателя. Поэтому, думаю, я сейчас, особенно после того, как сделаю выхлоп, снова съезжу на стенд в сухую, в хорошую погоду и снова замерюсь. У ребят возник только что вопрос, какая же здесь стоит турбина. И открою небольшой такой секрет. Здесь стоит стоковая турбина ES20. К сожалению или к счастью, у меня пока не стоит ES38, потому что, как известно, чем больше турбина, тем дольше она раздувается, тем, конечно, большей мощности она в итоге дает. Но я преимущественно езжу по городу. В Москве, как вы знаете, камеры сейчас чуть ли не через каждые 50 метров. Поэтому о переходе на ES38 я еще подумаю. Но на самом деле ES20 мне в данный момент достаточно, ну недостаточно, а сверх, чем достаточно хватает. Потому что 350 сил практически в городе для Тигуана это достаточно много. Давайте посмотрим на то, что все-таки делают ребят. О, да. О, да. Теперь я хочу. Отстрел так хорошо. Отстрелка, отстрелка, она работает. Кайф, да. Готов, снимаешь? Давай, иди сюда. Тормоза стоковые. И тормозов у меня теперь нет. Потому что, как известно, тормоза пропадают не после того, как машина чипуется, а после того, как она начинает хорошо звучать. Поэтому приходится как следует наваливать, и тормоза пропадают совсем. Что, придется тормоза дорабатывать теперь. Звук, во, если честно, огромное спасибо за проделанную работу. Я очень сильно доволен. Невероятно. Ребята, я хочу в тоннель. Можно я в тоннель куда-нибудь сейчас поеду? Нет, мы тебя еще помочим. Скажите, вообще, как звук? Звук классный. Если честно, мне хочется немного побасистее звука. Поэтому, наверное, RS-ку придется покупать. Вот, но на этом моторе я понимаю, что более басовитого звука не получится. Либо гельмбольц попробовать убрать. Да? Это еще один вариант, да. Либо резонат. Ну, это уже за отдельную плату. Без проблем. Я думаю, я еще вернусь, и не раз, и не с одной еще машиной. На самом деле, я очень доволен, серьезно. Звук прям кайфовый. Вот это ощущение, когда... Знаете, как будто просто не моя машина, если честно. Как будто какого-то стритрейсера взял машину и прокатился. Просто. Ну, я не знаю. Оцените, как вам... Пишите в комментариях, как вам звук. Вот. А я с удовольствием комментарии почитаю. Ребята, если вы хотите также прокачать свою тачку, приезжайте к нам в ультравыхлопку и останетесь также довольны. Я думаю, у нас много отзывов, много классных клиентов. У нас, кстати, самые лучшие клиенты. Вот. И это один из них, Александр. Если что, там в описании будет ссылка на его инструкцию. О, да, кстати, спасибо большое. Сходите, подписывайтесь, смотрите, комментируйте и лайкайте. Все, давайте. Всем пока. Я поехал. Удачи. Я в штанель. Я не знаю, что сказать. Задавайте ваши ответы. Задавайте ваши ответы.